Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси плюс 3,8% за 10 месяцев. Основной драйвер по-прежнему промышленность. Положительная динамика сохраняется практически во всех отраслях. Также эксперты отмечают расширение внутреннего спроса. В октябре розничный товарооборот увеличился почти на 15,5%. Беларусь планирует до 2030-го перевести большинство востребованных админпроцедур в электронную форму. Александр Лукашенко уже подписал указ о цифровом развитии. Документом утверждены сферы внедрения современных платформ и финансирования проектов. Это затронет промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, торговлю, госстатистику, экологию, ЖКХ, госуправление и социально-трудовые сферы. Март поручил дискаунтерам расширить линейку отечественных товаров. Также по результатам многочисленных проверок магазинов низких цен выявились некоторые нарушения. Например, торговля изделиями с истёкшим сроком годности. Показатели товарооборота с начала года, напомним, 25 миллиардов рублей. Почти 20 из них – выручка от реализации белорусского. В Бобруйске за конец ноября выпала декадная норма осадков. Высота снежного покрова – 14 сантиметров. Госавтоинспекция призывает перейти на зимний стиль вождения, избегать обгонов и резких торможений. Также по возможности отказаться от поезда к наличным транспорте и воспользоваться общественным. Не рекомендуется парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц. Динамо Шинник громкими победами завершил большую домашнюю серию матчей. Со счётом 8-3, 10-3, чёрно-синие вырвали заветные очки у российской академии Михайлова. Сейчас команда Бобро в турнирной таблице серебряного дивизиона западной конференции занимает третью позицию.